Доброе утро! В прямом эфире для вас работает редакция новостей. Меня зовут Яна Аксенова. И коротко о некоторых темах выпуска. Первые три белорусских трамвая вышли на линию в Барнауле. Остальные семь начнут работать до середины февраля. В театре «Кукол сказка» готовят новую постановку. Премьерные показы спектакля «Папа ищет работу» пройдут уже в этом месяце. Этап Кубка России по горнолыжному слалому проходит на Алтае. Сегодня спортсмены соревнуются на склонах вне сезонного курорта «Манжирок». Первые три белорусских трамвая вышли на линию в Барнауле. Остальные семь начнут работать до середины февраля. Накануне глава города Барнаула Вячеслав Франк провел выездное совещание на территории МУП «Горэлектротранс». 28% всех пассажиропотоков перевозит наше с вами «Горэлектротранс». 36-38 лет сегодня тем вагонам, которые обслуживают сегодня горожан. Конечно, они обновляются. Получили мы с вами 10 новых трамвая. Здесь я бы хотел сказать особые слова благодарности нашему губернатору Виктору Петровичу Томенко, правительству Алтайского края. Они оплатили. На приобретение вагонов потратили 716 миллионов рублей. Уже позади процедуры регистрации и страхования. Перед выездом на линию новая техника проходит обязательные ходовые испытания. Сегодня завершается обкатка оставшихся вагонов с учетом особенностей схем движения. Новые трамваи будут работать по первому и седьмому маршрутам. Эти вагоны сегодня будут доступны для людей с ограниченными возможностями здоровья, колясочниками. Я очень рада, что горожане теперь могут этим воспользоваться и уже передвигаться по городу на общественном транспорте. В салоне новых трамваев работает система кондиционирования и отопления. Прямо в средней части вагона много сидений для пожилых людей, так что им не нужно забираться на ступеньки. Есть выдвижная аппарель, удобно для мамочек с колясками. Новые вагоны плавно разгоняются и плавно тормозят. К тому же они более маневренные. Водите в целом приятно делятся сотрудники Горэлектротранс. Даже взять кресло и поворотное, оно с подогревом, подлокотники регулируются, спинка, само сидение. Сидеть очень комфортно и водители здесь могут себя чувствовать хорошо разного роста. В салон мы здесь полностью просматриваем. Движение задним ходом мы видим. Вперед, если нужно подъехать, вот прям буквально по сантиметрам смелиметровать, в камеру это тоже видно. Перейдем к новостям культуры. В театре «Кукол сказка» готовят новую постановку. История о поиске себя. Премьерные показы спектакля «Папа ищет работу» пройдут уже в феврале. Пока идут репетиции, там побывала наша съемочная группа. Папу уволили с работы. И история начинается вроде бы как-то грустно. Но она вовсе не о разочарованиях и потерях. Здесь о поиске себя и своего призвания. И о любви. Девятилетняя девочка Люда очень переживает за отца. Он такой творческий, такой талантливый. И будто в мире этом ему тесно. Именно поэтому в постановке театра «Кукол сказка» папа ищет работу, он такой огромный. Кукла составная, туловище и голова. А ноги живые, артиста. Габариты получаются немаленькими. Рост персонажа 2 метра 30 сантиметров. Одному актеру с ней не управиться. Я озвучиваю и веду голову. То есть куда кукла смотрит, какие-то оценки основные. Это работа основного артиста. Ну а я на руках, да. Руки, все жесты, которые есть у папы. Это моя забота. Например? Ну, технически он немножко сложный. Но зато рука может, вот, она не до конца поворотливая. Может подзывать дочь. Так же и прощаться. Я буду в черном кабинете, меня не будет, естественно, видно. Кукольное пространство – это пространство воспоминаний девочки. Именно таким она помнит папу из детства. Мама, кстати, тоже будет, но играет ее человек, только в образе кукольной элементы. Это значит, по воспоминаниям Людочки, что маме в этом мире жить, в принципе, комфортно. А вот папе – большой вопрос. Со стороны кукла папы выглядит очень эффектно. И раз уж мы на репетиции, мы можем сами ощутить вообще размеры и масштабы. Дмитрий говорит, что она не тяжелая. Ну, попробуйте сами. Ну, Дмитрий крепкий, на самом деле, человек молодой. Вот одной рукой тяжеловато. Как мы посчитали, около 7 килограммов ее вес, правильно? И изготавливали ее целый месяц. В спектакле закольцованная композиция. Вначале взрослая Людочка сама ищет работу. И вот когда перед ней встает жизненно важный выбор – соглашаться на условно правильную вакансию или не предавать своей мечты, себя почувствовать и принять, тогда она вспоминает, как в ее детстве папа искал работу. Когда папа столкнулся с этой сложностью, как он ее преодолевал, как он шел к своей мечте, как он случался в этой жизни, и вдруг какие-то детали этой истории, ее семьи, для нее становятся ключевыми, значимыми, которые потом ее формируют как личность, и она вдруг понимает, а кем она хочет быть. У нас у всех есть какие-то такие воспоминания, которые могут казаться совершенно незначительными, но потом вдруг они выстреливают, когда мы становимся взрослые и сами сталкиваемся с какими-то трудностями. Не все персонажи живые. Например, огромный телефон – это тоже действующее лицо. Через него проходит вся история. Там и друг Людочки с приключениями, и звонки с предложениями папе о работе, и бабушкины разговоры. А это необычная стена – живая газета. Персонажи оживают, действуют, превращаются в рассказ, потом возвращаются на свое место, возникают какие-то дырки. Дыра – это портал в какое-то другое пространство, какая-то тайна, дверца, которую можно подглядеть, подсмотреть, пролезть и так далее. Интрига для маленького зрителя – где будет дырка, а где будет стенка – это такое игровое поле. Рисунки, кстати, сделали сыновья нашего режиссера Нины, потому что взрослому человеку, как художнику, очень трудно сделать что-то подобное, что делают дети непосредственно. Поэтому мы подключили молодых художников. Уже взрослой Людмиле ее детская история помогает. Главного героя в постановке и нет. Наверное, это все-таки удивительная связь девочки и папы. Особая любовь, которая дает силы жить, творить и растет личность в ребенке. Эскиз спектакля создали на летней творческой лаборатории «Сказка плюс». Он стал лучшим из четырех, поэтому теперь войдет в репертуар театра. А Нина Познякова в качестве режиссера проявляет себя впервые. Как раз-таки на лаборатории она поменяла амплуа из привычной алтайскому зрителю-артистки. И это еще и ее личная премьера. На спектакль приглашают зрителей старше девяти лет. Анна Москаленко, Роман Хайрулин. Новости. И о спорте. Этап Кубка России по корнолыжному слалому проходит на Алтае. Сегодня спортсмены соревнуются на склонах всесезонного курорта «Манжирок». Там работает наша съемочная группа. На прямой связи со студией мой коллега Вадим Слюсарев. Вадим, привет. Какие успехи у алтайских спортсменов? Да, привет, Яна. У Алтайского края уже есть успехи на Кубке России. Позавчера, в первый соревновательный день, Олег Фураев, гигант с лавами, завоевал золото. Причем в первом заезде он был всего лишь третий, но перед финальной попыткой он собрался и смог подняться на высшую ступень пьедестала. В зачете женском не было успехов у алтайских спортсменов, к сожалению. Во второй соревновательный день также на гигант с лавами не было успеха у алтайских спортсменов. Сегодня у нас с лавом. Он чуть короче дистанции, чем у слава гиганта. И от алтайского края 78 спортсменов всего участников будет 5 представителей нашего региона. И среди них будет Семен Ефимов, один из фаворитов, всегда на стартах, любых. И опять же Олег Фураев, который уже заработал медаль и, наверное, будет пытаться завоевать еще. Особенно учитывая, что он вернулся опять в строй после травмы. Также напомню, что наш телеканал покажет все старты сегодня и завтра. Поэтому следите, болейте за наших спортсменов. А у меня на этом все. Передаю слово в студию. Вадик, спасибо. Пожелаем успехов всем участникам и продуктивной работы нашей съемочной группе. У меня на этом все. Больше новостей на нашем сайте katun24.ru. Оставайтесь с нами. Продолжение следует...